Душа радуется, потому что все больше и больше детей вовлекаются в это замечательное мероприятие, в конкурс «Спасатели глазами детей». Это уже 16-й год, 16-й конкурс проводится, и с каждым годом работ все больше и больше. Традиция проведения областного конкурса прижилась, ведь интерес к мероприятию с каждым годом возрастает. Спасатели, отмечая этот факт, со временем расширили условия, внедрив новые номинации. Если еще пару лет назад школьники излагали идеи на бумаге, то сегодня им предложено широкое поле для творчества, рукодельное мастерство самых разных направлений, конструирование, написание очерков и рассказов. Изобилие работ представленных конкурсов в нынешнем году впечатляет. Техника будущего, макеты пожарных аварийно-спасательных частей, самые неожиданные воплощения героев-огнеборцев и многое другое. Перед жюри стояла непростая задача из порядка тысячи работ определить лучшее. Николай Ермолич в конкурсе участвовал в шестой раз. Ученик 22-й школы города Бреста очень любит рисовать, пофантазировать на предложенную тему всегда было интересно. Двойне приятно, когда работу отмечают. Сюжет, созданный мальчиком, не смог оставить равнодушными спасателей. Спасатели спасают лес, спасают деревню, выводят людей из домов, спасают животных. Участницы конкурса из города Барановичи удивили жюри креативной подделкой. Совместная работа завоевала первое место. Директор школы сказал, что мы сделали подделку, мы делали... А что, с каких материалов делали? Из теста. Из кожи. То, что сегодня отметили вашу работу, это приятно? Да. Нет никаких сомнений в том, что интерес к творческому конкурсу будет расти. Детские начинания организаторы всегда готовы поддерживать. Часть работ будет храниться в музее на постоянной основе. У нас и в областном музее, в городе, в каждом районном центре имеются соответствующие музеи. И мы это тоже демонстрируем и детям, и взрослым.